Привет, друзья, с вами Зюрько и гайд на Лапу-Лапу. Честно говоря, я думал, что выпустил давно на него гайд, но зрители на стриме освежили мою память, за что им отдельное спасибо. У Лапу-Лапу, я по два раза не повторяю, не повторяю, есть исторический аналог. Был вождем острова на Филиппинах и люто воевал с испанскими колонизаторами. 15-16 век, потом ему, видимо, надоело. Прикончил Магеллана. В игре этот могучий вождь показывает себя сильным бойцом, требующим сноровки и точности. Как в туалете, у вас нет права на промах. Упор геймплея на Лапу-Лапу это навыки, в особенности под ультой, поскольку тогда урон серьезно возрастает. Ограничивает в навыках нас только КД, поскольку ни энергии, ни маны у нас нет. Начнем с эмблем. Я предпочитаю эмблемы бойца с колечащим ударом. Это помогает нам попадать навыками чаще, но можно использовать физический с перком Открыть Огонь. Дополнительные способности тут на любой вкус. Хоть щиты, хоть ускорение и прыжки, хоть отскенение или ослабление. Все зависит от вашего стиля игры. Навыки. Их будет много. Пассивный. Судьба героя. Каждый раз, когда Лапу-Лапу наносит врагу урон навыкам, он получает стак. Получив их 5, его следующая базовая атака наносит дополнительный урон и весит на Лапу-Лапу щит от 500 до 1200 единиц. Задели навыкам двух и более противников, получаете стак за каждого. Тактика применения проста. Набиваете стак в ожидании файта, можете на лесных мобах. И уже в файте используйте удар с руки, получая щит. Первый навык. Меч в правосудии. Лапу-Лапу бросают вперед мечи, которые возвращаются бумарангом. Летят быстро, летят далеко. Урона немного, но можно нанести его дважды. Попадание по одной цели даст только один стак пассивки. Это наш спам-спелл. Максим в первую очередь и весело накидываем. Урона не так уж и много, но чтобы не расслаблялись. Второй навык. Стойка индейского воина. Лапу-Лапу совершает рывок по прямой, еще и нанося урон. Незначительно увеличивает скорость, если попадает по врагу. Врожденный эскейп или инициация. Да еще и с уроном весьма востребована. Ульта. Ярость вождя. А вот и подобрались к самому интересному. Лапу-Лапу делает взмах. А с ударом наносит урон всем врагам, попавшим под удар. И оглушая их на 0,8 секунды. Увеличивает универсальную защиту на 30 единиц на 8 секунд. И переходит в режим тяжелого меча на 15 секунд. Кроме того, базовые атаки наносят на 20% больше урона в режиме тяжелого меча. Вот этот режим и есть основа нашего урона. Ультой же главное попасть по противнику, чтобы сразу оглушить и продолжить комбинацию атаки. Первый навык тяжелого меча. Наш герой запускает меч по прямой в выбранном направлении, нанося серьезный урон и замедляя противника. Страшный навык. Позволяет нам наносить урон, не влезая в схватку с головой. Замедляем и добиваем противника им же. Второй навык. Лапу делает не столь далекий рывок с ударом, но более широкой областью поражения и уроном. Третий навык. Очень мощный удар вокруг себя. Все эти навыки отлично гармонируют и позволяют разнообразно их комбинировать. Комбинация. Это все, что душе угодно. Подготовка к атаке с помощью первого навыка. Потом позиция вторым и ульта. Пока цель оглушена, подскакиваем вторым и наносите удар ультой из руки, добавляя первым навыкам при необходимости. Это просто как пример. Лапу может находиться на любой линии. С моей сборкой баф можно оставлять союзнику. Центр профильному мидеру, если есть. Удобнее быть союзником, имеющим навыки контроля. Это позволяет чаще попадать навыками. Помните, что пассивка должна быть заряжена для ближнего боя. Лапу один из тех, кто может пробиться сквозь фронтменов, убить тонкого персонажа и вернуться обратно. И все это проделать, продолжая наносить урон вокруг себя. Но плох тот боец, который, стараясь это выполнить, гибнет раз за разом. В сборке. Вот моя вбрузера. С кд в 40%. Лесной топор второго левела. Топор кровожадности. Даст вампирик. И первые 10% кд навыков. Сапоги воина. Увеличат живучести. Божественное вдохновение. А основа живучести. Отхилы вместе с вампириком. И последующим предметом сделают вас тяжело убиваемым. 20% кд навыков. Крылья королевы апокалипсиса. 40% защиты в политической ситуации. Это серьезно. 30 кд навыков. Бесконечная битва. Куча разных приятных вещей для лапу-лапу. Главное, чистый урон с руки. И 40% кд навыков. Злобный рык. Чтобы никто не уходил обиженным. Даже танки. Как бороться против лапу-лапу. Благодаря его способности к перемещению и урону, лучше всего его застанить и влить урон. Вот такой великий вождь в нашей игре. На этом все. Делитесь видео, подписывайтесь на канал и конечно ставьте лапки. Всем пока.